Всем добрый день! Сегодня я расскажу вам про автомобильные масла с ультра низким индексом вязкости. Это два продукта Хонды. Первый это Хонда Ультра Некст с вязкостью 0W7.5 для автомобилей Хонда, сделанных по технологии AirDream. Второй продукт это Хонда Ультра Грин с вязкостью 0W10, сделанный для гибридных автомобилей марки Хонда. Технологии AirDream в вашем автомобиле. Что это? У Форда это EcoBust, у Мазда это SkyActiv. Это даже не технология, это целый концепт к подходу машиностроения. В первую очередь, конечно, данная концепция разработана в угоду экологичности, снижения выбросов, увеличения КПД двигателей и так далее. Хонда давно над этим работала и сейчас уже практически все новые автомобили и новые агрегаты выпускаются с использованием данной технологии AirDream. В описании к этому видео будет ссылка на таблицу применяемости этих продуктов и Ультра Лео и Ультра Некст конкретного автомобиля марки Хонда, выпущенного с 2013-2014 годов по сей день. Там и гибридные автомобили технологии AirDream. Эти два продукта фигурируют, часто пересекаясь друг с другом. То есть можно применять и тот, и другой продукт для конкретного одного автомобиля, сделанного по технологии AirDream или по технологии гибридной. Поэтому оба эти продукта сейчас я в своем обзоре, собственно говоря, про них вам и рассказываю, потому что они очень схожи между собой по своей концепции. Что такое технологии AirDream? В первую очередь, конечно, это более высокоточное производство. Это снижение зазоров между трущимися деталями, снижение, причем, достаточно основательное, не в какие-то доли процента или процента, а зачастую в разы в некоторых случаях. Это использование широкополозных подшипников для производства, это нанесение микропрофиля на детали, чего раньше либо не делали, либо делали очень редко. Технология не новая, технологию отработали уже на себе и Ford, и Mazda, и другие производители. Сейчас вы видите Mazda Skyactiv практически, они все новые автомобили Mazda с технологией Skyactiv. Ford EcoBust практически тоже сейчас практически во всех используются, но во всех, конечно, но во многих. Все сделано в угоду экологии в первую очередь, конечно, причина основная в этом. Ну и технологии не стоят на месте, конечно, более высокоточные станки, более высокоточная подгонка деталей. Это все, конечно, положительный эффект. Еще раз напомню, в описании к этому видео есть таблица с применяемостью конкретных данных продуктов Honda Ultra Next и Honda Ultra Green. Для каждого автомобиля Honda выпущено с 2013-2014 годов. Там указаны марки двигателей, кузова, название автомобиля. Если ваш автомобиль, либо двигатель нет в этом списке, то дослушайте до конца, возможно, вам не стоит использовать эти продукты в своем автомобиле. Заранее извиняюсь, придется немножко углубиться в теорию. Есть кинематическая и динамическая вязкость. Кинематическая вязкость – это текучесть моторного масла при нормальной высокой температуре. Она измеряется в стоксах. Есть такой прибор для изменения, называется вискозиметр. Без дополнительного давления в капилляре проходит масло за определенный промежуток времени, определенное расстояние. Все очень просто достаточно с этой вязкостью, все понятно. Динамическая вязкость – HTHS. Это высокотемпературная вязкость при высокой скорости сдвига. Данное измерение проводят при температуре около 150 градусов. Успользуется специальный ротационный вискозиметр. Измеряется она в милипаскалек в секунду. Нужно отметить, что о пользе целесообразности измерения динамической вязкости и использовании ее значений идет сейчас ожесточенная полемика в сети. Но факт состоявшийся, тем не менее, динамическая вязкость сейчас в своих параметрах и характеристиках используют и указывают крупнейшие производители автомобильных масел по всему миру. Поэтому нам придется с ней и с вами смириться. Итак, кинематическая вязкость моторного масла – вещь достаточно субъективная. Но на динамическую вязкость моторного масла влияет множество факторов. Короче говоря, одно и то же моторное масло в разных двигателях при разных условиях может обладать разной динамической вязкостью. Как это ни странно, но это тем не менее так. И на эти исследования динамической вязкости были потрачены огромные средства всеми производителями и автомобилей, и моторных смазочных материалов. При повышении температуры в двигателе вязкость моторного масла снижается. То есть пленка, которая образуется на трущеских деталях, она становится меньше. Параметр HTHC для каждого двигателя выясняется опытным путем непосредственно на заводе, который производит эти агрегаты и испытывает. Поэтому параметр HTHS в моторном масле, который вы будете использовать, должен соответствовать тем рекомендуемым нормам, которые прописаны для вашего конкретного автомобиля. Если это не так, если параметр HTHS не соответствует тем параметрам моторного масла, который вы хотите использовать, тем параметрам, которые требуются для вашего автомобиля, использовать это масло в вашем данном конкретном автомобиле и двигателе нельзя. Вот реально самый простой способ избежать проблем с двигателем и принять примитивные какие-то меры для того, чтобы двигатель оставался в хорошем состоянии долгие-долгие годы, это просто использовать масло, которое рекомендовано производителем вашего автомобиля и прописано в сервисной книжке. Если вы потеряли сервисную книжку, если вы купили автомобиль с авторички, то не поленитесь, залезьте в интернет, везде это все можно найти, это все в свободном доступе есть абсолютно, поэтому не поленитесь, залезьте, посмотрите. Самый простой способ НИО Горби двигатель использует то масло с теми допусками, которые предназначены для вашего автомобиля. Есть также множество внешних факторов, которые могут пагубно повлиять на эксплуатацию автомобиля с низкой вязкостными характеристиками моторного масла. Это разжижение масла топливом, это климатические условия, когда слишком жарко, это повышенные обороты и так далее, тоже учитывайте эти моменты. Так что же будет, если залить масло 0,8,5 в двигателе, обычно, например, Хонда Цивик, там, бородатого года, какого-нибудь, 89-го. Зазоры в двигателе Цивик 89-го года, они слишком большие для использования масла с технологией AirDream. То есть, смазывающая пленка на деталях, она будет чересчур мала, а ее будет недостаточной для того, чтобы создать смазывающий эффект. То есть, как бы, пленка, она будет настолько тонкой, что детали между собой будут соприкасаться металл по металлу. Это, соответственно, вы понимаете, к чему приводит физически. Конечно, сейчас, да и в эти масла, в том числе, о которых мы с вами говорим, добавлено огромное количество модификаторов трения, специальных присадок. Это в какой-то степени нивелирует этот эффект, но образно вооружаясь так и произойдет. То есть, масляная пленка при использовании масла с низко-вязковыми характеристиками в обычном двигателе, для этого не предназначенным, она будет слишком тонкой. И при возникновении нештатных ситуаций, перегрели двигатель немножко, обороты слишком сильно завысили, в климате находитесь слишком жарко, это может привести к печальным результатам. Не сразу, конечно же, вы не залете это масло в двигатель Цивика, 0-8,5, и у вас через день этот двигатель крякнет. Нет, конечно, он поедет некоторое время, потому что модификаторы трения, они свою роль выполняют, свою работу делают. Но, тем не менее, это чревато. Не нужно экспериментов таких, обязательно следите за своими сервисными книжками и параметрами, которые там прописаны. Что произойдет, если вы заливаете в двигатель, сделанный по технологии AirDream, или двигатель гибридный, новый гибридный двигатель автомобиля Honda, масло с повышенной вескостью, обычное масло, там 10W40 или 5W40, например. Масляная пленка будет достаточно толстой для этого двигателя, слишком толстой. Из-за этого возникнет повышенное трение между деталями, из-за этого возникнет повышение температуры со всеми вытекающими посредствиями. И все преимущества технологии AirDream, либо гибридной системы автомобилей Honda, они нивелируются вот этой высокой вескостью этого масла. Поэтому, еще раз сделаю на этом акцент. Если у вас двигатель с технологией AirDream, либо новый гибридный двигатель автомобиля Honda, используйте масла, которые для этих автомобилей и этих двигателей предназначены. Это Honda Ultra Next 0W7.5 и Honda Ultra Leo Green 0W10. Смотрите таблицу в описании к этому видео, изучайте, соотносите свои двигатели с данной таблицей и не ошибайтесь. Спасибо, что посмотрели наше видео, надеюсь оно было вам полезным. Будем сейчас с регулярной основой рассказывать о новых продуктах Honda, а их появилось в последнее время достаточно много, и интересных продуктов появилось достаточно много. Спасибо, что были с нами, всего хорошего, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok